Спасибо большое за интерес к докладу. В том году, на самом деле, на этой конференции мы используем идею гиковского феста. В том году именно доклады, это секции С, то есть здесь самое маленькое помещение, оно как-то далеко в школе от центра, но оно пользовалось очень большой популярностью. Сегодня я тоже смотрю, что люди участвуют в жаркие дискуссии. Вчера это то же самое было. В том году я рассказывал о достижениях современной физики. В общем-то, это был такой большой доклад, много было всего. И сегодня хочется поговорить о достижениях генетики. И в целом хочется, ну то есть я хочу рассказать свои какие-то идеи и мысли. И в общем-то, может быть, расширить кругозор. Но с другой стороны хочется, в общем-то, может быть, вы что-то тоже интересно знаете, да, то, что генетики достигли. Или, может быть, что-то где-то слышали. И вот просто поговорить о генетике, то есть зачем она, к чему, вот, к чему идет. И в общем-то, это хорошо или плохо. Вот. Ну, как-то так. Давайте начнем с того, что просто поднимем руки, кто вообще так вот, ну, чувствует, что он знает что-то о генетике. Вот, интересовался. Хорошо. То есть, ну, в общем-то, кто-то знает. Кто знает, зачем вообще нужна генетика? То есть, на что, на что требует. Ну, хорошо. В общем-то, тогда пойдем, как бы, таких самых азов. Ну, получается, что, почему важна генетика? Почему важна генетика? Потому что, ну, благодаря генетике, благодаря открытию генов, люди смогли решить несколько психологических проблем, на самом деле. Вот. Потому что люди узнали, что, вот, если рассмотреть понятие кармы, то есть, какое-то, какие-то обстоятельства, благодаря которым ты такой, какой ты есть сейчас, то это не только, там, твоя история твоей страны, это не только твои политики, ну, политики, потом, это не только твое детство, фенотип, обучение школы, но это еще и определенное расстояние, которое закодированное в ДНК, в генах, вот, и, соответственно, возможно, на это повлияли твои родители, там, каким-то своим плохим образом жизни, но, возможно, на это повлияло что-то еще, в том числе, случайные обстоятельства, да, и есть определенные теории, которые, как бы, по умолчанию говорят, что, если у тебя есть проблемы, значит, ты точно был в прошлой жизни плохим человеком, да, или которые говорят, если у тебя есть проблемы, значит, точно родители твои, там, генствовали, или ты точно за что-то сейчас расплачиваешься, или что-то еще, вот, открытие генов, вообще, как бы, развитие генетики, оно показало, что реальность, вот, кто за что, почему и чего, она гораздо-гораздо сложнее и гораздо всеобъемлющая, вот, и, возможно, когда у человека появляется какой-то или особенность, или недостаток, или уродство, или отклонение, то причин может быть огромная-огромная масса, и самое главное, что очень-очень сложно узнать, в чем, в чем конкретная причина, да, и в это вот тема, как бы, генетика, причины проблем, и, в том числе, религия, то есть, это очень такая жаркая тема для дискуссий, да, потому что нам говорят, что вот так хотел Бог, да, то есть, вот, и создал именно таким, какой-то хотел, но если, допустим, ребенок болеет каким-то полимелитом с детства, да, то есть, он даже еще, ну, не станет человеком перед тем, как он умрет, просто ему, как бы, не доносно с человеком, вот, нам говорят, что у него, как бы, есть душа, вот, где-то говорят, что там у него такая карма, поэтому там он сейчас так помучается, вот, ну, то есть, это очень сложные, сложные вопросы, и генетика дает определенные инструменты для рассуждения об этих вопросах, по крайней мере, какие-то, какую-то информацию, в которой можно, как бы, оперировать, из которой можно что-то прессать, вот, это, как бы, такой ввод в проблему. Сейчас я сразу скажу, что, вот, ну, наука популяризируется, у всех есть Discovery, там, National Geographic, и все читают новости, сейчас гораздо, ну, вижу такую тенденцию, что, прям, про генетику очень много новостей, то есть, таких популярных новостей, где, как бы, вот, сделали это, вот, сделали это, вот, сделали это, и потихонечку, ну, там, те же геномодифицированные продукты, и потихонечку, конечно, сознание наше промывается, и мы все начинаем понимать, что, вот, это, вот, уже какой-то такой тренд, вот. Вот, если говорить о экономике, и то, вот, допустим, в Бразилии, там, как бы, нет уже просто растений, вот, которые, вот, там тоже сои, которые выращиваются и не являются геномодифицированными растениями, вот. Под них высекаются джунгли, в общем-то, освобождаются пахотные земли, и процент генетических и монетифицированных растений, мне кажется, он уже, ну, я не беру точно данными, но я вот слышал о том, что это уже, наверное, больше, чем половина, как бы, вообще, ну, продукции, которая производится на земном шаре, и вы понимаете, так как продукция – это деньги, это экономика, то, соответственно, это огромная индустрия, и поэтому, когда вы слышите там про гены, не думайте, что это какие-то там единицы ученых, которые сидят и, в общем-то, что-то делают, это тысячи лабораторий, может быть, уже десятки тысяч лабораторий во всем мире, при том, даже в Беларуси уже, как бы, открывается, я слышал, на базе, наверное, на Академии наук, какая-то очень современная лаборатория по генетическим исследованиям, там, по манипуляции с генами. Сегодня, кстати, день научного работника. Я? То есть, смотрите, даже в Беларусь, это пришло даже в Беларусь, и, в общем-то, от этого никуда не уйти, это уже с нами. Вот. По таким масштабным достижениям, конечно, сейчас верховым достижением является использование генетического материала вирусов, которые изначально являются безвредными, ну, то есть мы, ученые, знают, что они не вредят, изменение этого генетического материала и добавление в эти вирусы свойств, которые позволяют использовать их в полезную сторону. И уже сейчас, то есть, ну, даже не сейчас, наверное, уже лет 5 назад как сделано, но это очень молодая, как бы, область науки. Уже 5 лет люди умеют модифицировать вирусы для того, чтобы они, ну, делать что-то полезное. И как это все происходит? Когда, вот, к примеру, у вас есть какие-то, ну, еще до СПИДа не добрались, но какие-то, ну, к примеру, у вас есть вирус какой-то болезни, да, и эта болезнь, к примеру, поражает свои клетки, вот, и вот на поверхности этого вируса есть определенная, там, белковая молекула, которая является якорьком, через который она цепляется, ну, в общем-то, как это происходит? У нас есть кровь, да, все эти, как бы, вирусы попадают в кровь, они там перемещаются, это все происходит там статистически, случайным образом, вот. Есть огромное количество клеток, и вот у вирусов есть определенные, как бы, ключики, да, которые на основании химических связей имеют подсоединяться к клеткам, ну, которые они хотят поразить, вот. Но этих вот вирусов, которые имеют ключики для подсоединения, есть еще свои ключики, да, то есть свои какие-то определенные отросточки, которые тоже могут быть молекуловыми, длинными цепочками, на которые можем мы, как бы, ну, подключаться, вот. И, в общем-то, ученые уже умеют брать вирус, брать его ДНК, менять его ДНК таким образом, чтобы в самом конечном продукте появился нужный отросточек, который будет подключаться к плохим вирусам, да. И, соответственно, современный уровень достижения генетики в том, что уже есть база данных, именно промышленных, строительных материалов ДНК. Ну, еще раз, то, что ты говоришь, вот эти вот антивирусы, еще, он называет нейротоксинами, они используются для лечения некоторых раковых заболеваний, когда он способен распознать какую-то клетку, антифицированный вирус, заразить ее, и, ну, раковую клетку, естественно, и нейтрализовать ее в действии. То есть это экспериментальное лечение, которое сейчас тестируют, проходит, там, на совершенно безнадежных людям. С одним из таких я встретился на конференции по тритону в прошлом году, поэтому немножко родину знал. Ну, то есть это вещь действительно полезная, она сейчас изучается, ну, продолжай. То есть, ну, просто очень, ну, подтверждение того, что это действительно как бы не какие-то там в лабораториях сидят, сочиняют, но это используется. И, на самом деле, это не только вот нейротоксин, но еще есть проверенные технологии по определенным болезням, я знаю, в Африке, когда действительно используются, ну, как бы антивирусы, которые строятся на основании вирусов. Уже сам по себе процесс продажи этих строительных блоков между компаниями, он уже как бы коммерциализирован. И, соответственно, вы можете являться, ну, в основном как бы это США, вот, и вы можете являться компанией, которая умеет собирать блоки ДНК, на которой нужны материалы, ну, сами ДНК, ну, сами кусочки. И вы можете заказать, притом даже через интернет, нужные блоки. Ну, нужные блоки ДНК, как бы собрать конструктор, я хочу там, ну, например, вы занимаетесь разработкой зеленого картофеля. Когда его режешь, там должен быть зелень. Наверняка есть блоки, именно общие маркера в генах, которые отвечают за зеленый цвет, там, для растений внутри там плода. Вот. И вы просто им говорите, вот, нам нужен такой блок, как бы, вы сами знаете, вы уже знаете, куда его вставить, цепочку. Вот они вам просто предоставляют, и они могут вам предоставить именно форму, что нужно вставить. Создаются базы строительных блоков. То есть, по сути, после расшифровки генома человека, растений, животных потихонечку расшифровывают. Создаются, создаются большая международная база, в которой заносят, ну, не просто, как бы, ну, список генов, список конфигураций генов, но еще заносится, что за что отвечает. Вот. Хочу отметить, что, когда нам говорят по телевидению, вот, там, или где-то там, что ген расшифрован, на самом деле это ничего не означает. Его просто прочитали. Но ученые не понимают, какой ген, какой участок, за что отвечают. И, соответственно, вот, когда говорят, вот, есть такая-то болезнь, мы достигли такого-то прорыва, мы знаем, как ее лечить, вот, это генетическое отклонение, то вот тогда ученые смогли распознать, что в таких-то условиях, в таких-то факторах, такой-то ген, вот, делает вот, какую-то плохую штучку, и поэтому мы можем его заменить, этот ген. Вот. Ну, то есть, только тогда. Поэтому, ну, в целом, в рамках современной, как бы, науки, пока что невозможно даже предсказать, когда произойдет расшифровка всех функций генов человека. Вот. Но когда это произойдет, и когда ученые смогут моделировать взаимодействие генов, то, в общем-то, ну, тогда пойдет уже прорыв в сторону существ, с заданными, ну, с заданными, да. У меня есть небольшое дополнение. Дело в том, что расшифровка вообще генома теоретического человека – это одна вещь. Очень важный аспект – это то, что, ну, геном каждого отдельного человека, вот, индивиду, то есть, ваш конкретный геном, он же отличается, там, на полпроцента. То есть, из 23 тысяч генов, которые есть у нас, полпроцента, или там, меньше, я не помню, конкретную цифру отличается. Но этого достаточно, чтобы наши реакции на определенные медикаменты, виды операции, на какие-то факторы окружающей среды отличались разительным образом. То есть, расшифровать вот эти полпроцента для вас конкретно, когда сможет наука, таким образом, чтобы определить, что при определенном заболевании вам нельзя принимать аспирин, вам нужно принимать что-то. Но тут возникает вторая проблема. У нас сколько? 7 миллиардов человек. То есть, 7 миллиардов различных лечений нужно назначать докторам. Есть виды заболеваний, которые определены генетическими дефектами или комбинацией генетических вариаций, которые присутствуют там у 100 или у 1000 человек во всем мире. Это просто экономически нецелесообразно лечить эту болезнь. То есть, на самом деле, это лекарство, может быть, никогда не будет найдено большими компаниями. Есть сейчас движение людей, которые пытаются определить, есть ли зависимость между их определенными какими-то особенностями и видами лечения. Просто маленький пример. Прочитал очень интересное исследование. Люди опубликовали, кстати, выложили в открытом доступе в Open Source, методику исследования того, как их предрасположенность генетическая к слепоте может быть модифицирована. То есть, оказалось, что у них очень редкая предрасположенность, что после 50 лет они имеют шансы, там, около 40-50% получить слепоту. И это не лечится, потому что это слишком редкая болезнь. Но есть определенные экспериментальные исследования, которые показали, что определенный вид, по-моему, витамина А помогает снизить эту вероятность. Они провели исследование, вывели биохимическую зависимость, что при принятии определенных доз этого витамина повышается количество белков, которые отвечают за лечение, уменьшение шансов слепоты. И сейчас надеются, что это им поможет. Ну, или через 5-10, когда они достигнут этого возраста, мы, может быть, узнаем. Это только маленький пример. И у каждого из нас есть определенные такие грани риска, которые мы пока не знаем, и о которых, может быть, никогда не узнаем, потому что никто, кроме нас, этого исследовать не будет. Но самое интересное, это то, что для этого не обязательно иметь биохимическую лабораторию, не заниматься серьезной фундаментальной наукой с бюджетами миллионов долларов. Можно попробовать сделать простейший ДНК-тест коммерческий, который сейчас даже в Беларусь доставляют от американской компании 23andMe, которую я не рекламирую, но они работают в Беларуси. И просто попробовать даже посмотреть, из каких лебо-кубиков состоит ваше собственное длино. Дэкро-болосы дарил. Что ж, да? Дэкро-болосы дарил. Да, да. Очень интересная вещь. Ну, там куча... А расскажи, в каком формате предоставляется вот отчет? Ну, покажу, знаете. Ну, отчет, на самом деле, не так... Ну, это интересно. Ну, на самом деле, это что-то вроде Фейсбука. 23andMe – это способ Гуглу проиндексировать население человечества, потому что девушка, которая основала эту компанию, то ли ее жених в Гугле, то ли она в самом Гугле. То есть, они очень сильно связаны, на самом деле. И что это такое? Это просто сайт, на котором результаты анализа вложены в виде таких вероятностей. Там, список заболеваний, у которых ученые знают, что, какими вариациями генов они вызываются. Ну, и там, например, я знаю, что болезнь Альцгеймера, у меня вероятность заболеть после возраста 50 лет 42% в среднем. У белых мужчин с подобными генетическими характеристиками 46%, то есть на 4% у меня меньше вероятность. То, что это значит, на самом деле, это очень теоретически. Но есть более конкретные вещи. И таким образом, я сказал, что это как Facebook, то есть я вижу вот эти вещи, вижу вероятности. Я могу посмотреть, какие другие люди, которые решили поделиться такой информацией, у кого есть интересные вариации в генах, какую информацию они нашли. Там есть кнопочка Match, Match Partner. Ну, Partner, не знаю. То есть ты нашел там девушку, чтобы система проверила вашего потомства? Мне кажется, что это очень сложно, но что-то подобное делает, мне кажется. Там интересно, что можно посмотреть. Кроме болезней и вероятности, они показывают, какие новые исследования выложены в открытый доступ и связаны именно с вашим ДНК, то есть по поводу болезни от скеймера, новые исследования, следует делать то-то, не делать то-то. Лучше там не курить, заниматься там спортом. А тут с ней даже рекомендации выложили, да? Ну, на базе последних исследований, да. И вы можете посмотреть. Кто-то уже посмотрел эти исследования и написал там кучу комментов, там такой тренд. Я делал то-то, 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 чуваке, вы что делаете? И еще интересная функция посмотреть исторически до эры межконтинентальных путешествий, где находились ваши предки. То есть мы знаем, что определенная хаплогруппа, то есть набор наследуемых генетических варианций по вашей отцовской, по вашей материнской линии, мы можем проследить, насколько эти группы распространены в определенных регионах мира. То есть мы можем совершенно точно определить, если у человека есть азиатские корни, если есть там европейские, индейские из Северной Америки. В некоторых случаях эти группы настолько детально показывают ваше происхождение, что это просто невероятно. Например, по отцовской линии у меня ничего конкретного не нашли. Извините за детали. Скажи, это на этом же ресурсе, да? Да, да. А как это еще раз называется? 23 and me. 23, потому что количество хромосом у человека. То есть оно может вообще ничего не найти практически. То есть хаплогруппа может показать, что вы происходите из европейской славянской линии, людей с такой же хаплогруппы 60% Украины, России и Беларуси. А можно сказать наоборот, что вы происходите из группы людей, которая произошла из такого-то региона в Италии в 16 веке. Ну, у потомков этих людей во всем мире живет там в районе 2 миллионов человек. То есть такие интересные вещи. И что про тебя? Ну, вот по материнской группе у меня как раз из определенной ветви евреев-ашкенази, которые когда-то, оказывается, тусовались в Италии. И моя история, ну, я просто закончу мысль. Я интересовался немножко историей, и, ну, мы по отцовской линии проследили предков до конца 18 века, но мы больше ничего не знали. По материнской линии мы, к сожалению, знаем, что из Хомельской области предки и самый ранний предок, которым мы знаем, он там 1830-го или 40-го года рождения. Ну, эти записи очень сложно найти в архивах. Фотография, конечно, сохранилась там парочка, только 20-го века. Начало, самое ранее. И вот исторически так проследить о том, откуда ваши предки. И узнать, например, можно на том же сервисе, почему, опять же, я упомянул в Facebook. Они могут показать ваши родственники, там, пятые, четвертые степени родства, там, двоюродные братья, сестры, тети, дяди. Вы можете их найти, именно если они участвуют в этом сервисе. У меня, оказывается, есть какие-то родственники в Украине, которых я никогда не знал. И можно найти общих предков и узнать, откуда вот происходит ваш род, где, в каком месте, в какой деревне они жили. А какая информация предоставляется им, то есть анализ крови? Нет, 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 они присылают пробирку, в которую вы собираете слюну, отсылаете, все. Вы плачете? Да. Сколько это стоит? Около 200 долларов. Это включает, ну, вот, сам тест, там, 100 долларов. И еще 100, вы обязаны купить подписку на этот сервис обновления информационных исследований, которые связаны с вашими генетическими вариациями. То есть вы входите в их социальную сеть, и они обязаны, ну, то есть вы обязуетесь в год платить эти вносы. Потом вы можете продолжить или не продолжить. Ну, вот, 200 долларов включают в год подписки и сами анализы. Ну, это интересно, потому что данные генетическими. Давайте аплодируем. Можно я буквально минутку закончу как бы мысль? Вот, но на самом деле я очень благодарен Глебу за такой интересный комментарий. Просто, наверное, всех, кто хотел, да, то есть все, наверное, сейчас пойдут заказывать тесты. Ну, вот, какие вопросы, как бы я еще хотел затронуть. Действительно, переселение Глеб рассказал, то есть очень много узнали о путях расселения, узнали, что было не только, ну, не одно расселение из Африки, а несколько путей, о том, что как бы они ходили там разными тропами, вот. Потом узнал вот все эти информации о том, что мы являемся предками там Тамерлана, сколько их там миллиардов и так далее, вот. Это тоже как бы оттуда, вот. Хотел рассказать о том, что вот я сам вот попробовал, не показывать программу, поскачивал билдер генов, ну, то есть такой как бы конструктор генов, то есть ты можешь как бы там прямо видеть, и при том даже можешь видеть в 3D, как он выглядит, куда, что. И ты там берешь, ты перетягиваешь, что ты делаешь. То есть это тоже как бы такая коммерческая разработка. Вот, я хочу еще отметить, что вот горизонтальный вертикальный перенос. Раньше думали, что эволюция идет двумя путями, то есть случайные мутации, которые возникают из-за излучений радиоактивных, да, плюс идет, ну, скрещивание как бы, да, то есть генов материнской, отцовской отцовки, и, в общем-то, пошла эволюция, потом виды, там, группы разные, виды животных. Но вот сейчас, там, последние 10 лет открывают огромное количество горизонтального переноса, когда оказывается генетический материал, там, ну, притом это до просто невероятной степени, ну, до невероятной степени погружения, когда, например, генетический материал какого-нибудь, там, червячка, мягшируются с его, там, ну, немножко меньше уровень, там, вирусов, мягшируются друг с другом за счет, там, определенных факторов, и, в общем-то, они могут обмениваться генами без, не имея при этом эволюционного, как бы, родства. И в нас всех замешано огромное количество в ДНК разной информации, и не факт, что эта информация, она всегда произошла именно эволюционно. То есть, там, скорее всего, есть вкрапления, которые были из-за генистального переноса. Притом, тоже хочу отметить, что вот о жизни микроуровня, то есть, там, грибов, каких-то там насекомых знают очень мало, потому что очень большие прорывные исследования, когда, к примеру, есть организм маленький, в котором живет еще один маленький организм, и в котором живет еще один маленький организм, да, то есть, и вот эти вот сложные цепочки на микроуровне, они исследуются только сейчас, и узнаются очень много информации о эволюции. Я хотел сказать о том, что ДНК сама по себе, она очень сложна, и вы же понимаете, что это, как бы, химические связи, но на микроуровне, то есть, там, есть даже концепции, ну, теории квантовых взаимодействий, то есть, ну, то есть, что ДНК – это такой, как бы, определенный квантный компьютер, вот. И так как сейчас, ну, сейчас очень сложно просто просчитать, какие химические взаимодействия между этими молекулами в ДНК, ну, между атомами в ДНК, они к чему ведут. И постоянно обнаруживают, например, 10 лет назад сказали, мы знаем все, сейчас говорят, что мы не знаем все, мы не знаем все функции ДНК, мы не знаем всех причин, потому что постоянно возникает определенная новая информация на уровне, ну, на уровне, как бы, генов, новые принципы, которые усложняют общую картинку. И в том числе, вот, процент ненужных генов, вначале, как бы, говорили 10% нужных, 90% ненужных, потом начали копаться, разбираться и обнаруживают, что, на самом деле, что оказывается, ненужных генов, может быть, они и не ненужные, а мы не понимаем, почему они вообще нужны, и где они задействованы. Поэтому, как бы, общая картинка очень сложна. Ну, в общем-то, наверное, все. Спасибо.